Упрете свеслом о камень и сдвиньте лодку. Сено еще не убрано. Заходите к нам попросту. Старая куртка на меня не лезет. Я совершенно уверен в достоверности приводимых мною фактов. Я провел много времени в его обществе. Сетка. Заводской, или заводский. Гражданин, или товарищ, милиционер, скажите, пожалуйста, как пройти по этому адресу. Демонстранты шли с тройными рядами. Почему вы думаете, что он за вами следит? Склад. С каких пор? Запишите ваш телефон в этот блокнот. Мочь. Пароход уходит равнов 3 часа по полудни. Общественное мнение. Она, что называется, чудачка. Пшеницу уже сняли. Мы мимоходом заглянули к приятелю. Нас за это по головке не погладят. Продажа марок. Почтовая бумага. Юрисконсульт. Где я могу достать новые части для автомобиля. Скатерть. Вызовите пожарную команду. Вы, иногда, слишком испытываете мое терпение. На мой век хватит. Не забудьте напоить лошадей перед тем, как поедем. Милиция останавливала каждый второй автомобиль. Менять владельцев. Кто живет в комнате подо мной. Почему бы вам не поставить письменный стол у окна? Лезвие бритвы слишком тупое. Набраться сил. Вы не находите, что солнце сегодня очень сильно печет. Вам надо полоскать горло три раза в день. Я притворился спящим. Прилежно. Жареная курица. Я всецело присоединяюсь к вашему мнению. Мы уже полпути проехали. Мы пожаловались соседям на шум в их квартире. Отпустите канат. Молодь. Я скоро вернусь. Отец на все их проделки смотрит сквозь пальцы. Госпиталь. Его обычное место у окна. Есть у вас резинка для подвязок. Мы с ним очень подружились. Это просто выброшенные деньги. Я получаю много писем из дому. Лед. Мягко стелет, да жестко спать. Мне хотелось бы чем-нибудь отметить этот день. Пламя. То, что он собирается делать, чистый вздор. Я болен и целую неделю не выхожу из дому. Он это в шутку сказал. Он ходил на пароходе с штурманом. У этой бутылки слишком узкое горлышко. Прибор. Обстановка. Производство на заводе увеличилось. Птицу устроили гнездо в дупле этого дерева. Теперь выполнение плана обеспечено. Он хорошо играет в теннис, но сегодня он не в ударе. В порядок. Когда была сделана первая попытка перелететь через Атлантический океан. Вы к себе никого в гости не ждете. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Когда уходит поезд. В этом книжном магазине есть все последние новинки. Кто сделал большую часть работы. Домохозяин. Покойница. У нее на белке красные пятнышки. Он тут играет первую скрипку. У нас большой дефицит в строительных материалах. Это хороший образец его работы. Будет жалко, если вся эта работа пропадет даром. Директор быстро наладил работу. Угождать. Немец. Вы отдают о себе отчет в том, как все это серьезно. Он теперь зарабатывает наравне со взрослыми рабочими. Я с вами согласен. Он хороший работник, но, с другой стороны, у него недостаточно опыта. Плохой. Не. Рыбная ловля. Мое любимое занятие. Издалека. Купальный халат. В поле паслось стадо овец. Он умеет держать нос по ветру. Грусть. Полуостров. Нам едва хватало на еду. В следующий раз мы постараемся сделать лучше. Есть у вас жирные свиные котлеты. Она выражает свою симпатию и антипатии, не задумываясь. У меня руки задрожали от волнения. Не гоните, успейте. Дипломатический корпус. Он делает ошибки, но у него добрые намерения. У него странная манера говорить. Приходите обязательно. Телефон. Спасать. Голод. Любопытный. Осторожно. Тут налево глубокий ров. Обменяться наблюдениями. Дед. Комната полна всяких безделушек. Занавески очень подходят к этой комнате. Вам воротнички крахмалить. Ужасный. Мужик. Он то и дело выглядывал из окна. Может быть, он уже уехал. Мне удалось охранить ее от этих волнений. Мира предосторожности. Его дома нет. Согласие. Ах, чтобы им пусто было. Опять дали мне чужие рубашки. Мне пришлось спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Гордиться. Он им открыто сказал, что он о них думает. Обязательно осмотрите церкви, прежде, чем уедете из этого города. Звезда. Летний. Заделайте эту щель в перегородке. Завод. Чувства. Мягкий вагон. Его поздравляли с удачным выполнением возложенного на него поручения. Хватать. У него верное понимание положения. Редко. Заминка. Купить свежие овощи можно на базаре. Не забудьте сказать, чтобы вам принесли горячей воды. Где мне найти кого-нибудь, кто поможет мне переехать? На следующей станции мы остановимся, чтобы набрать горючего. Храпеть. В этом году на курорте большой съезд. Порция. Этот стул мягкий и удобный. Плевать воспрещается. Я вам пришью вешалку на пальто. Один за другим они подходили к оратору. У него обширные знакомства среди артистов. Скважина. Моему отцу 60 лет, но он еще очень бодрый. Дядя. Не смейтесь так громко. Дайте мне банку варенья. Мясной соус. На смену нам идет молодое поколение. Пожалуйста, позвоните, если вам что-нибудь понадобится. Эта материя сильно садится. Я уж давно ему внушил, что это очень важно. Так или иначе, мы с ним наконец поладили. У меня сегодня кислое настроение. Условия. Она совсем не умеет обращаться с детьми. По договору завод обязуется снабжать вас спецодеждой. Вытирайте ноги, а то вы наследите в кухне. Она избавила меня от заботы о житейских мелочах. На прежней работе мне хорошо платили. Мы его сразу полюбили. Нет дыма без огня. Где вы остановились? Мой карандашик ок сквозь землю провалились. Мне трудно подниматься по лестнице. Идеальный. Он не хочет к нам присоединяться. Почтительно. Вы идите вперед, а мы будем замыкать шествие. Мы были очарованы этим прекрасным видом. Вы, кажется, живете дальше от завода, чем я. Ну, повеселились одовольно. Какие у вас тут развлечения? Что за учебник? Представляйте отчеты ежедневно. На людях. Тут кругом только пшеничное поле. Он споткнулся и упал ничком. Какой остаток у меня на счету? Я хочу комнату в нижнем этаже. Обращение. К сожалению, я вам должен в этом отказать. К услугам. Остановите машину. Вода в радиаторе кипит. Я думаю, что этот стол подойдет, пока мы не достанем другого. Продукт. Он пришел слишком рано по недоразумению. Вагон. Ее устроили секретарши в нашем учреждении. Иностранный. Спросите у начальника станции, отправлен ли наш груз. Эта книга была его первой попыткой в области детективного романа. Контора будет закрыта впредь до дальнейшего извещения. Стаж в госпитале. У этого репортера хороший нюх. Он приезжает либо сегодня, либо завтра. Это очень плохое извинение. Мы решили дождаться восхода солнца. Одна из этих двух дорог ведет к городу. Это мой билет, а это твой. У меня были сильные боли. Он всегда думает о людях самое плохое. У меня очень темная комната. Одиннадцать. Бюро повреждений. Я бы хотел перед обедом привести себя в порядок. Я постараюсь восстановить это происшествие в памяти. Этот в ТОС выпускает очень грамотных инженеров. Она превосходно играла во вчерашнем спектакле. Мальчишку здорово побили. Его замечания всегда к делу. Вы пытаетесь играть на его слабой струне? Вы не хотели бы лучше пойти с нами? Гайка у вас тут развинтилась, вот что? В добрый час. Он употребил это время с пользой. Верхняя одежда. Тут просто кишит муравьями. Дайте мне, пожалуйста, еще две бутылки. И стащить. Меховой. Что это за здание? Она подарила мне кесет и трубку. Он вчера приходил и долго плакал мне в жилетку. Она закатит истерику, когда узнает об этом. Он уже вернулся. Вода протыкла в мотор. Попробовать. Вы умеете плавать с сожонками? Я был левым защитником в победившей команде. Ролики. План был выполнен на 95%. У него слабые легкие. Здесь в лесах прятались партизаны. Холм. Сойдет. Объявление. Платный. Автостартер. Работа сделана вполне прилично. Это было длинное путешествие. Пожалуйста, наберите хворосту. Тарелка. Зеленый лук. Твердая позиция. У вас теперь будет уходить меньше времени на поездку. Это уже давно травой поросло. Эта собака стережет дом. Это едва ли подходящее место для танцев. Фамилия. Я нечаянно захлопнул дверь. Необходимо очистить двор как следует. Ноты. Идемте, я вас познакомлю с этой вузовкой. Свирепой. Он закричал во весь голос. Сколько у вас мест? Его голыми руками не возьмешь. Он прямо волосы на себе рвал от отчаяния. Сделать все возможное. Мне от этого совсем не легче. Это не поддается учету. Разве вы не слышали команды? Она была в белом. Я выбрал обои. Синяя полоса по белому полю. Тряпка. Отсюда до вокзала рукой подать. Поговорка. Что ты, о двух головах, что ли? Кто это стоит рядом с вашим братом? Отделите желток от белка. Однажды он явился к нам поздно ночью. Едко жидкость. Раздавить. Пока еще. Кто соревнуется с нами? Бинт. Когда поспевает голубика. Эту операцию вам надо сделать под местным наркозом. Замечательно. Гордость не позволяет ему сознаться в том, что он не прав. Механические. Чересчур. А ну-ка отплатим им той же монетой и посмотрим, как это им понравится. Предместье. Впервые в жизни они всерьез поссорились. Каждый. Охотники рассыпались по всем направлениям. Топить. Отведите ребенка в глазную лечебницу. Ведь вы меня обманули. Ничто его не интересует. Почтовый ящик. Только очень жестокий человек мог так поступить. Просроченный. Он попробовал грубить, но я его осадил. Может быть, вы получите это обратно, если пообещаете вознаграждение. Закрыть. Провиниться. Как вы нас нашли? Этот мост — чудо техники. Сосредоточивать. Освободите, пожалуйста, этот шкаф, он мне нужен. Доброта. Народный комиссариат связи. Я, кажется, здорово промахнулся. Для охраны моста был поставлен военный отряд. Петлеца. У меня болит горло. Случайность. С какой целью он приехал в Советский Союз? Произвести смотр. Коробка шоколада была уничтожена в несколько минут. Умереть со смеху. Я поддерживаю это предложение. Что это вы такое несете? Ваше несчастье — чистое воображение. Я с ним очень дружен. У меня к вам просьба, познакомьте меня с ним. Дайте молоко постоять ночь, а потом снимите с него сливки. У меня голова разболелась от жгучего солнца. Печка. Заглядывать. Он ушиб локоть об угол стола. Я, право, не хотел вас обидеть. Представление. Он вечно ходит вокруг да около. Пронизывающий ветер. Вы хотите обсудить это подробнее? Ждать с нетерпением. Тут нужно действовать решительно. Народный комиссар. Торговые суда обыкновенно причаливают здесь. Вы говорите правду? Дружба. Если меня не будет до полудня, значит я не мог прийти. Не вытирайте посуды, пусть она высохнет. Я это куда-то спрятал. Не отстегивайте верхние пуговицы. Это просто выброшенные деньги. Отменять. Состояние. Он к спорту равнодушен. Оба тела были похоронены в одной могиле. Мне и в голову не приходят жаловаться. Представитель. Они быстро провели законопроект. Обед в ресторане вам будет стоить вдвое дороже, чем дома. В каких только переделках он не бывал. Вы выдержали экзамен. Поздравляю, поздравляю. Неудобно. Натурой. Где я могу выкупаться? Поехали. Захлопните дверцу автомобиля. Он еще, чего доброго, заблудился. Мне не хочется сокращать эту статью. Благодаря своему специальному образованию, он для нас незаменим. Нижняя челюсть. Я наблюдал это на близком расстоянии. Вы можете быть вполне уверены, что работа будет сделана во время. Иждивенец. Проглотить. До которого часа открыт сегодня музей. Голод. Ровно в три его не стало. Умно. Корко. Дайте-ка я выну вашу занозу. Я люблю есть яблоки со шелухой. Все, ребята, теперь на ее попечении. Что-либо. Если вы будете держать двери закрытыми, мы сможем избавиться от мух. Куда вы направляетесь? Мы всей компанией идем купаться после обеда. Юный. Подвиньте стол к стене. В квартиру забрались воры. Мальчик закричал во весь голос. Она у них днет и ночует. Деревья загораживают нам вид отсюда. В последнее время хирургия сделала большой прогресс. Я его знаю как щепетильно честного человека. Он был обвинен в государственной измене. Обратная почта. Колоссальный. Он буквально задыхался от гнева. Мальчик рано возмужал. Проводите лошадей, чтобы они остыли. У нас в учреждении теперь царит мир и спокойствие. Стол был накрыт на четверых. Он для вас и палец о палец не ударит. Способ. Вы уже понимаете русский юмор. Здесь кукуруза не растет. Это еще ничего не доказывает. Они шли главным коридором завода. Я должен ему помочь. Он добивался своего всеми правдами и неправдами. Я попаду туда через час. Или я буду там через час. Временно исполняющие обязанности директора. Прежний директор был лучше. Он споткнулся о пророк. Он когда-то работал на золотых приисках. Он как-то весь потух, осунулся. У нее какая-то искусственная улыбка. У меня сегодня страшная головная боль. Она мне об этом американца все уши прожужжала. Внезапность нашего нападения явилась причиной их поражения. Я буду сию минуту. Не выбрасывайте газеты. Я еще не прочел ее. Сенатор. Отметьте красным карандашом те предметы, которые вам нужны. Вот уж целый час, как я вас жду. В два счета. Конечно, мы хотим, чтобы вы пришли. Пересол весь вкус погубит. Довольно вам спорить. Он сдержал лошадей и пустил их шагом. Безопасно. Не прерывайте, пожалуйста, работай из-за меня. Делать заметки. Безграмотный. Это был действительно очень благородный поступок. Живой. Танцовщицы приходится упражняться каждый день. Вы когда-нибудь были в столице? Я вложил в это предприятие все свои деньги, а потом оказалось, что это чистое жульничество. Директор. Он человек со странностями. Кому можно отдать перебить это кресло? Несмотря на все мои протесты, он все-таки уехал. К лицу. С Новым Годом. Эта доска прикреплена гайкой и болтом. Семейный. У него широкая натура. Я не одобряю его поведение. Этот дом находится за поворотом дороги. Закройте дверь и садитесь. Трогать. Хотите, чтобы я сохранил эти деньги для вас? Он получил жестокий удар по лицу. Вам нужно есть побольше зелени. Записать. По-стахановски. Повторите, пожалуйста, я не расслышал. Они меняют прогнившие сваи под мостом. Больному необходим полный покой. Неделю спустя они замедлили темп работы. Ласточки вьют гнездо под нашей крышей. Второе. Блюдо. Он прыгнул в воду и поплыл на другую сторону. Это крайне важно. Печатный. Стахановский. Если вы мне не напомните, я об этом забуду. Сожаление. Он несколько дней ходил с повязкой на глазу. Вы висите это на доске для объявлений. Добро. Страшный. Понимать намеки. Десерт. Опять вода из крана не течет. Маляры пришли красить квартиру. Вот судьба опять нас столкнула. Сбросить. Не мешало бы проверить машину. Он хорошо владеет собой. Мы поблагодарили его за подарок. Он запер шкаф на ключ. Возникнуть. В этом году столетняя со дня его смерти. Я заметил вас в толпе. Никто вас отсюда не гонит. Сидите, сколько хотите. Вы правду говорите. Мы каждый год снимаем эту дачу. Народ так и повалил в театр. Мы воспитали в детях привычку к труду. Нам сказали, что мы должны делать. Ускорьте темп работы. Сгруппируйте слова по смыслу. Собака облизала свою пасть. Перед ними тянулись бесконечные лугоскоп на Мессена. Над нами живет очень шумная семья. Гуманность. Обокрасть. Он хорошо изучил этот предмет. Он весь день был сам не свой. Все таки. У них там можно ездить верхом, плавать, играть в теннис и точка и так далее. Он добился больших почестей. Петь. Полная свобода действий. Попробуйте эти блинчики с вареньем. Благополучно. Принять к сведению. Это самая красивая церковь, какую я когда-либо видел. Когда вы поставите нам отметки за письменные работы. Больше нет проволочных вешалок. Возьмите деревянную. Беда в том, что у вас в корне неправильный подход к делу. Подоконник. Родители. Это были только пустые угрозы с их стороны. Можно мне привезти с собой товарища. Пастор. Портретист. У нас развита и добывающая и обрабатывающая промышленность. Лучше всего у нас весной. Всякое бывает. Я в этом не силен. Вчерашняя вьюга намела сугроба вышиной в метр. Помочь. Поговорить. Камин придает комнате уютный и приветливый вид. Не забудьте отметиться на контрольных часах. Мне нужна две шерстяные и три бумажные фуфайки. Я с вами совершенно согласен. Наводить скуку. Он путешествовал по всей стране. Палатка. Сколько вы зарабатываете в месяц? Он хорошо прыгает со шестом. Бассейн. После обеденные часы это дерево бросает длинную тень. Я соглашусь, но с одним условием. Посещаемость. На это ушли почти все мои деньги. Вам придется лечь в больницу. С чем вас и поздравляю. Я здорово перепугался, когда мне сказали, что вы в больнице. Масло. Сегодня на базаре был плохой подвоз овощей. Повторите нам эти цифры. У него большое чувство юмора. Мы этот метод применяем на практике. Поздравляю вас с днем рождения. В среднем. Перестаньте шуршать газетой. Хвойный. Я не могу найти дорогу домой. Возьмите лучшее место, я доплачу из своих. Бесцельный. У вас в учреждении зарплата в этом году повысилась. Заморозить. Сослужить службу. Диктофон очень облегчает нам работу. Какой он высокий. Пожалуй, выше вас всех. Побродить. Он разорвал письмо на мелкие клочки. Я только что оправился от тяжелой болезни. Он начал свою карьеру как газетный репортер. Мы еще не пришли к решению. Не быть в состоянии. Учащийся. Он отказался принять участие в игре. Не ломайте себе голову, как-нибудь все устроятся. Они многим отличаются друг от друга. Точка. Дайте мне полный стакан воды. За час я успею туда съездить. Дом был в плохом состоянии. Он опять забыл об этом. Поставьте мебель в эту комнату. Собака свернулась клубком и заснула. Я хотела бы обменять эти перчатки на другие, большего размера. На всякий случай возьмите дождевик. Эта подушка слишком твердая. Приходите сегодня вечером в избу читальню. Он влочит довольно жалкое существование. Все консульство требует регистрации граждан, представляемых ими стран. Он нас провел прямой тропинкой через лес. Мы это узнали кружным путем. Восклицать. Но всегда. Я еще не успел просмотреть газету. Можно войти. Я ничего не ел с самого утра. За соседним столом шло живое обсуждение недавних событий. Спасибо. Пожалуйста. Или, ни за что. Конец уже близится. Мы пришли к этому решению после долгого обсуждения. Глава. Строительство. Писательница. Ура. Потушите окорок, ногой. Мы получили это имущество после смерти дяди. Заполнить. Сообщить. Я хочу сделать заказ на некоторые товары. Его указания привели нас в недоумение. Со мной случилось необыкновенное происшествие. Дом в ужасном состоянии. Крыша протекает, на полу лужи. У нас есть для вас комната. Ах, как досадно, что он не мог прийти. Нам бы лучше подождать ясной погоды. Она пропела припев с особенным воодушевлением. Мармелад. Признаю, что я был неправ. Он ухлопал в это все свои деньги. Вырастя из. Вы знаете, что ее муж умер. Что-то с ней будет. Рабство. Эта крышка навинчивается на банку. Как ваше драгоценное здоровье. У меня полотенца все грязные. По приезде в Москву, телеграфируйте мне. Вам оплатят расходы по поездке. Расспросите по соседству, нет ли свободной комнаты. Что с вами? Какое пространство занимает это здание? Зевать. Это нужно сделать сегодня. Мы все в одной беде. Мы все вступили в члены профсоюза. Друг с другом. Запретить. Любимое занятие. Температура упала на 10 градусов. От забот, все лицо ее было изборождено морщинами. Это та девушка, которая открыла нам дверь. Кто эта женщина у дверей? Если он придет, попросите его подождать. Я так устал, что не в состоянии шевельнуть рукой. Можно дойти отсюда до пляжа пешком. Прогресс. Обычно. Я очень люблю мою сестру. Нас обучали, как обращаться с машинами. Ветер противный, лучше свернем парус. Узнать. Вы какое мыло употребляете? Ничего не понимаю, тут сам черт ногу сломит. Наша комната выходит на улицу. Из трубы летели искры. Все мужчины, способные носить оружие, были мобилизованы. Скорая помощь. Это большой промышленный центр и железнодорожный узел. А вы опять мне все бумаги разбросали. Впадать в крайности. Надо быть сумасшедшим, чтобы так рисковать. Его статьи по вопросам иностранной политики регулярно появляются в 20 газетах. Заперет на ключ. Город строит новую площадку для бейсбола. Пойдем встречать их на пристань. Придется из двух зол выбирать меньшие. Давайте перейдем через мост. Не надо дублировать его работу. Игрушка. Я получил ваше письмо только сегодня. Что в этой бутылке? Одеколон или шампунь? Экономический. Приветствие. Еда. У этого города очень интересная история. Этот вопрос остается нерешенным. Фотографический аппарат. Ласкать. Пожать. Приезжайте опять в будущем году. Это рыженькая, его дама сердца. Она в положении, ей нельзя брать эту работу. Стать с. У него что ни слова, то грубость. Я могу быть готов в любой момент. Вы сообщили ему, что принимаете его приглашение. Следуйте указаниям, напечатанным на коробке. Осторожно. Тут крутой поворот. Он это сделал так, из любви к искусству. Шпион. Милый. Он мой очень хороший знакомый. Эта машина приводится в движение по румели электричеством. Когда я вошел в клуб, он стоял у стойки. После продолжительной войны, страна добилась независимости. Мне говорили, с московскими морозами не шути. Они подсыпали что-то в его кофе. Квалификация. А зимая пшеница. Ну и номер же он выкинул. Розовый. Чертеж. Чем ехать ночью, переночуем лучше здесь. Этот костюм необходимо переделать. До. Пожалуйста, разведите в камень огонь. Со времени этого инцидента он на меня дуется. Клоун. Машину только что начали нагружать. Вы теперь говорите по-русски значительно лучше, чем раньше. Дайте мне хорошего шипучего квасу. Упаковка была плохая, и соль подмокла. Она трещит безумолку. Он весь ушел в чтение. Есть тут еще какие-нибудь американские туристы. Сделать понятным. Я предпочитаю бриться дома, а не у парикмахера. Эта машина делает всю работу целиком. Сам собой. Самая мысль об отъезде мне неприятна. Это простая формальность. Как прошел ваш выпускной экзамен по-французски? Нефтяной. Вам нужен плуг потяжелее этого. Самолет сбросил летучки. У вас жар. Вы можете получить это на лесном складе. Я так расстроена. У меня кусок в горло не идет. Весь район поддерживал эту компанию. Разбудить. Не плюй в колодец. Пригодится воды напиться. Вот как вы, оказывается, это все время знали. Разбирать. Вы уже получили продовольственную карточку. Мы поставили часовых охранять склады. Станция. Остричь. Возникнуть. А где ваша родина? Недостаток. Поправляться. Безнадежно. Вы сегодня ужасно надоедливы. В кухне каменная половина. Ваш багаж будет досмотрен на границе. Ну, теперь приведите это в порядок раз навсегда. Я у него извинения просить не стану. Мне так кажется. Впрочем, я не знаю точно. Наши вооружения значительно лучше вооружения противника. Придираться. Придираться. Пожалуйста, распишитесь в получении. Мне нравится деревенская жизнь. Воя против него. Подходить. Вы специалист. Вам и карты в руки. Извините, что я заставляю вас ждать. Гумага предельня. Самоубийство. Он молча вышел из комнаты. Мне эти разговоры давно оскомину набили. Он отличился в этой войне. Ну, теперь проваливайте. Выигрыш. Не оставила ли я у вас карманного зеркальца? Ваши друзья оставили по себе очень приятные воспоминания. Вам принесли пакет. Дети дружно взялись за очистку двора. Тут, того и гляди, ссора начнется. Я уже отвык носить штатское платье. Чему вы радуетесь? Спортивный зал. Я должен воспользоваться этим случаем. Это правда, что у вас новый автомобиль? Кровь ручьем брызнула из раны. Дешевые конфеты не продаются в коробках. Пришел милиционер и составил протокол. Дело было хорошо задумано, а исполняют его плохо. Вы когда-нибудь Днепровские пороги видали? Директор наложит резолюцию. Он хороший простой парень. Источник. Дезертир. Дом был разделен на квартиры. Я хочу прилечь на минутку. Она хорошо умеет обращаться с детьми. Стат на чью-нибудь сторону. Он уже шесть лет живет в чужих странах. По ночам мы запираем овец в загоне. Укус пчел может быть очень опасен. У них в доме очень приятная атмосфера. Тут острый недостаток сырья. Не трогайте этой лампочки, а то вас ударят током. Когда у вас обеденный перерыв. Мне нужны занавески на все окна. Я как раз спрашивал себя, что вы делаете. Эта ваза уже годами стоит здесь на полке. Смажьте колесо, оно скрипит. Не бойтесь, здесь реки мелкая. Он неприятный, угрюмый человек. Вот это мой участок. Вперед! Эти два мальчика, двоюродные братья. Он окинул заводской двор хозяйским глазом. Не забудьте поставить метки на вашем белье. Соломенная вдова. Он подошел ко мне и представился. Он обещал ей приличное вознаграждение, если она покажет ему город. Какого цвета ее глаза. Этот ребенок совершенно не слушается матери. Армия собирается этой зимой выдать новое обмундирование. Привыкнуть. Он сразу нашелся, что ответить. Эта книга только что вышла из печати. Моя мать употребляет машину для стирки и глаженье. Кухня. Толпа ломилась в двери. Мы приняли мебель по списку. Если бы только найти золотую середину. Толпа напирала на ворота. Клевета. Он обеспечил семью в своем завещании. У меня сегодня все из рук валится. Этот скандал подорвал ее шансы на успех. Деньги, на расходы. Вот уж ума не приложу, что тут делать. Подождите, пока мы будем поближе к дому. Он идет сегодня в театр. В этом году рынок завален виноградом. Вполне. Это можно достать в универсальном магазине. Пленум. Он подошел к телефону и набрал номер. Смотри, какой сердитый. Не дать, не взять, отец. Я слышал, как щелкнул замок. У вас воспалены веки. Подарок. Работа идет полным ходом. Ваше назначение еще не проведено приказом. Нам пришлось остановиться из-за длинного обоза грузовиков. Не перевязывайте корзины, я еще не все уложил. Мы далеко от Маря. Тройка. Боюсь, что мы застрянем в городе на все лето. Она хлопнула рукой по столу и сказала, довольна. На меня со всех сторон набросились с расспросами. Где вы с ним встретились в первый раз? Ему еще рано жениться. В этой гостинице мало уборщиц. На веревке развешено белье. Его семья подозревала, чем он тайком занимался. Не забудьте включить следующее. Заседание. Пожалуйста, отодвиньте стол. Не стоит вносить стулья в дом, дождь уже прошел. Да, брат, хочешь, не хочешь, а идти надо. Вода быстро прибывает. У меня создалось впечатление, что вы это знали. Откройте, пожалуйста, мою комнату. Что бы мы ни сказали, он всегда умудряется спорить. Кроме меня там было еще десять человек. Воробей слетел с крыши. Фашист. Как вы думаете, он сойдет за специалиста? Сходится. Мимоходом. Ничто другое его не занимает. Одна ласточка еще не делает весны. Склад. Налицо. Значит, вы, наверное, придете. Он размахнулся и купил самую дорогую автомобиль. Это подтверждает его показания. Рубашка, рубаха. Он вас хорошо довезет, он очень осторожный водитель. Лоб. Я не хочу вас огорчать, но нам придется расстаться. Север. Колодец. Пожалуйста, соединить меня немедленно. Починить. Ну, это уж будет самое крайнее моро. Эй, земляки, у кого есть покурить? Сложно. Аннулирование. Он думает только о собственном благополучии. Благодарение. На окраине города строится новая хлопчатобумажная фабрика. У меня пальцы липкие от меда. Я свой права знаю. Отчаянный. Засолить, впрок. Я люблю рассматривать старые семейные фотографии. Орел. У меня сегодня праздничное настроение. Грамм. Господи, что за невежа. Согласна. Естественно, что товарищи друг другу помогают. Он был уволен за прогулы. Соднить. Наливать. Сколько за вход? У нас есть мед в сотах. Подля. Распределить. За что мне взяться затем? На этом приеме полагается быть в вечернем костюме. Это слово помещено в приложении к словарю. Долг. Пошлите ему открытку с оплаченным ответом. Идите сюда. На рынке сегодня было много птицы. Эти слухи причинили много ненужных огорчений. Сбоку. Вы родились в Америке? А что сегодня в вечерней газете? Ему необходимо отдохнуть. Он совершенно выбился из сил. Я жду уже полчаса. История. Здесь удобное автобусное сообщение. Пожалуйста, спустите шторы. Какова мощность этой машины? Овация. Лесопилка. Он всегда делает нам подарки к Рождеству. Как попало. Будьте спокойны, лошадь смирная, не сбросят. План. Дети увлеклись игрой и забыли об уроках. Входить в ЦА. Я сегодня уезжаю. Не люблю, когда в комнате беспорядок. Хлопать. Он сбил 43 неприятельских самолета. Оставьте ключи у служащего в гостинице. Согревать. Лес подходит к самому дому. Муж у нее ничего, только уж очень ее ревнует. Происшествие. Становится поздно, я, пожалуй, пойду спать. Промышленный. Царский. Прежде чем идти дальше, надо выяснить, где мы находимся. Договаривающиеся стороны. Облегчение. Какую квартиру вы ищете? Он совершенно нормальный ребенок. Сонный. Вы меня убедили, сдаюсь. Я никогда не высыпаюсь. Я попрошу, чтобы выяснили, куда девалось это письмо. Доктор прописал ему порожки от кашля. Он заявил, что он против этого предложения. Озабочивать. Пари. Аккуратно. В этой дыре радио было моим главным развлечением. Ему ампутировали правую ступню. Пусть он вам расскажет о своих путешествиях. Ярлык. Такой холод, а у него пальто нараспашку. Ему до нее, как небо до земли. Семь. Семечки. Часовой остановил меня и потребовал пропуск. Довольно. Вылезайте, нельзя так долго сидеть в воде. Только не говорите об этом при чужих. Я хотел бы вставить этот камень в оправу. На каких условиях вы продаете этот автомобиль? Королева царствовала 10 лет. Привет всем вашим. Жена. Успокойтесь, нет причины так волноваться. Рассказ. Внутреннее оборудование завода еще не закончено. Ударение. У него легкие руки. Краевой. Мы на вас рассчитываем. Есть у вас в лесу медведи. Это нечто из ряда вон выходящее. Он делает непрерывные успехи. Помогите мне выбрать шляпу. Я с ним познакомился в прошлом году. Ну пока. Я сижу на сквозняке. Я об этом в американском техническом справочнике читал. Уж на что вернее. Зажиточной. Все торговые сделки с иностранными фирмами проходят через внешторг. После долгих размышлений я решил не принимать этого предложения. Вскоре. Вы думаете этим дело ограничится? Копия. Ей богу, я этого не видал. Напишите здесь ваш адрес. Вступать в силу. Он получил приказ немедленно выехать. Как же, напишет он вам. Черт ас два. На словах это легко, а попробуйте ка на деле. Сколько вам сделать отпечатков с этого негатива? Кто тут районный врач? Он собирался заговорить, но воздержался. И все-таки я думаю, что вы поступили правильно. Я только пошутил. Вытащить. Я вам это в момент устрою. Это обстоятельство сыграло в его жизни большую роль. Он отзывался о вас с большой похвалой. Эти простыни совсем пожелтели от времени. Ваше письмо уже давно отослано. Флагшток установили в полчаса. Где этот бревенчатый домик? Это озеро находится к северу от Москвы. Давайте тянуть жребий, кому идти первым? Сыпной тиф. Постепенно гул самолетов затих. Осторожно, из доски торчит ржавый гвоздь. Американский фут равен 30,5 сантиметра. Ворс. Вам надо понять русскую душу. Она некрасива, но в ней есть что-то очень привлекательное. Самолеты сбрасывали летучки, призывающие неприятеля сдаваться. Мы даем обед в его честь. Окунуться. Мы пошли за водой к источнику. Мы тут в полном составе. Вначале ему тяжело было идти, потом стало легче. Наш вуз готовит учителей для средней школы. Доктор НО ходит, что больной быстро поправляется. Пробовать. Составьте эти два стола и покройте скатертью. Он влюблен по уши. На прошлой неделе все время шел дождь. Заниматься хозяйством. Наше обязательство по социалистическому соревнованию было выполнено. Проходите прямо в кассу за билетами. Я возьму один экземпляр в хальщовом переплете. Можно. Меня сегодня несколько раз гоняли по поручениям. Доезжать. Мы должны подождать, пока чеки будут проверены. Мне нужен остро отточенный карандаш. Крыша. Умеренный. Хуже всего. Весь народ поднялся, как один человек. Роман. Я хотел бы внести кое-какие поправки. Кто командует этой частью? Объясните мне это. Прямо. Мы его обрабатываем, чтобы он дал нам лишний выходной день. Овощи. Мохнатое полотенце. За что он на вас рассердился? Справка. Развивать. Считать. Однако. Он кузнец на заводе. Запускать. В ответ он только смущенно улыбался. Они разошлись по взаимному согласию. Тяжело быть все время на людях. Крикануть. Рядом. Измерьте стороны треугольника. У нее красная лента на шляпе. Войти, воинской. Мы привыкли работать коллективно. Вы меня очень подвели своим замечанием. Его поведение ничем нельзя извинить. Вы хотели бы синий костюм? Заполните эту бумагу в двух экземплярах. Ваша каюта на корме. Мы должны начать работу сейчас же. Мы все пойдем вас провожать на вокзал. Бесцельно. Милиция разогнала толпу. Вот вам порублю на брата. Он всегда готов выслушать разумные доводы. Март. Струсить. Немецкий язык. Охота вам с ним возиться. Краснеть. В Гарсовете он выступил против этого проекта. Тут у вас, я вижу, женское царство. Она копирует платья, которые видит на экране. На людях и смерть красна. Мандарин. Согласовать. Ну, чего вы сердитесь? Ему устроили вечеринку перед отъездом. Сколько он вырабатывает в месяц? Ваша собака вяжет, видно гулять просится. Своим поведением он заслужил всеобщее уважение. Она только что перенесла тяжелую операцию. Вам прямой билет или пересадочный? Правозаступник, адвокат. Суньте мой вещи в чемодан как попало, мне нужно поспеть на поезд. Как раз на этот поезд я не могу получить билета. Этот вопрос встает перед нами ежедневно. Я ездил совсем один. Между рабочими и администрацией возник конфликт. Вам нельзя мучного. Он отстал в своей работе. Клевер. Повесьте трубку и позвоните еще раз. Темное не станет. У нас в Ленинграде сейчас стоят белые ночи. Против собственного желания. Ношение. Дайте мне хлеба с маслом. Отбить охоту. Радость. Кто сегодня в президиуме? Ручка у меня есть, но перо в ней плохое. Сегодня утром я встал в отвратительном настроении. Точка. Едва. Какая странная птица. Это у нас вошло в привычку. Идем домой. У вас, кажется, телефон испорчен. Рукоятка. Он заходил ко мне накануне отъезда. За такие дела с него следовало бы шкуру спустить. Что за наказание полагается за такое преступление? За последнее время было произведено много реформ. Он оборвал свое объяснение на полуслове. Сейчас с ним неудобно об этом говорить. Умереть. Они всегда относились ко мне справедливо. Дайте мне, пожалуйста, еще одну порцию макарон. Подождите до будущего вторника. Я надеюсь, что к тому времени я буду знать. Сколько времени вам понадобится для выполнения этой работы? Сложиться. Жакет. Открытие. Плуг. Рассказывать. Обе части пряжки скрепляются крючком. Ваша дружба для меня много значит. В минуту опасности она оказалась вполне на высоте положения. Поезд приходит в пять часов. Прощайте навсегда. Эта гостиница стоит у воды. Скиснуть. Коллекция. Во время катастрофы машина была повреждена. Виноградник. У нее тяжелая сердечная болезнь. Далеко от вокзала до гостиницы. Веселая история, нечего сказать. Я решил идти, или ехать. У меня совершенно пропал аппетит после всех этих сластей. Дойти своим умом. Ей приходится всю смену уходить от станка к станку. Скверный. Уголовный кодекс. Метель. Есть у вас руководство по органической химии. Он положил жизнь за родину. Он очень сообразительный. Вольный дар. Можете почистить костюм этой щеткой. До деревни осталось всего каких-нибудь 2-3 километра. Пальто вам достаточно широко в плечах. Зимой поезда иногда сильно опаздывают. Я возьму селедку с луком и борщ со сметаной. Я был там только один раз. Нам было приказано сесть в спасательной лодке. Выкрасить. Налить. Мы провозились 2 недели с починкой машины, но зато она теперь идет сносно. А у вас есть разрешение фотографировать? Я с трудом удерживался от смеха. Вы можете помочь мне передвинуть мебель? Он берет другую работу, чтобы больше зарабатывать. В темноте я сбился с дороги. Вы уезжаете навсегда. Они промывают золото. Мы выпили целую бутылку водки. Вы пролежали там весь день? Это было дешево и сердито. Сухарь. Обыкновенный. Храбрость. Мы начали заниматься английским языком вместе, но он всех нас перегнал. Я решил пойти в театр. Эта машина может делать 45 миль в час, в лучшем случае, 50. Вся его будущность решалась. Сегодня сильный северный ветер. Плавник. Снять колоду. Вот обращик материи, которая мне нужна. Корзина для грязного белья стоит в углу. Дать тебе еще чаю? Где звонок к дворнику? И для стрипни нужно умение. У нее на этот счет очень твердые принципы. У него недостаток железа в организме. Здесь можно получать домашние обеды. На концерте было много публики. Тишина и спокойствие. Вот что мне надо. Он вошел в комнату, не постучившись. Пожарная кишка вчера лопнула. Я в этом в некотором роде тоже заинтересован. Вы читали устав нашего общества. Вам каюту на одного? По воскресеньям я привык вставать поздно. Что сегодня идет в опере? Поскользнуться. Это сообщение надо проверить. Достоинства. Он джентльмен старой школы. Я свой права знаю. Мальчики бросили няне свой пальтишки и побежали в класс. Добровольно. Води в реке поднялась выше уровня плотины. У нас проведено отделение церкви от государства. Эти вышивки сделаны по старинным рисункам. Мы весело провели время. После операции он был очень слаб. Государственное страхование. Его назначили на этот пост недавно. Как вы к этому относитесь? День благодарения, американский праздник. Небо начинает заволакиваться, быть дождю. Все члены комиссии до единого голосовали за этот законопроект. Он случайно оказался дома. Мне совсем не нравится, что они пойдут без нас. Только смотрите, не ослабляйте дисциплины. Наделал глупостей, а теперь хвост поджал. Чрезвычайный. Она провела два-три раза тряпкой по мебели. Вот и вся уборка. У вас костюм весь в пятнах. Отдайте его в чистку. Мы долго смотрели на эту картину. Мы начинаем работу на заводе погодку. Вытерпеть. Декрет. Ввиду того, что президента нет в городе, собрание придется отложить. Подвиг. Мне вчера приснился странный сон. Вчера в нашем районе был большой пожар с человеческими жертвами. Пролетарский. Белая ночь. Тайна. Предыдущий. Сельскохозяйственный. Самолет шел на посадку по радиолучу. Где можно отменить американские деньги. Жужжание. Дайте мне этот карандаш. Автомобиль испорчен. Поезд пришел на полустанок глубокой ночью. Наградить. Это мой дядя со стороны отца. Мне пришлось ему сделать выговор. Эти племенные коровы. Гордость нашего колхоза. Он перешел на другую работу. Смотреть. С каких пор вы занимаетесь адвокатской деятельностью? Я закончил почти все свое дело. Весь цех поддержал ее кандидатуру. Пересаженные кусты уже пустили корни. Произойти. Многое. Ступеньки скользкие. Будьте осторожны. Погодите. Побреюсь. Причешусь. И вы меня не узнаете. Фабричный. Навести. Он равновешенный человек. У него правая рука не действует. Вам теперь, небось, раздолье без начальства. Объявлять. Это отборные персики. Лягушка. Он неисправимый лентяй. Он еще маленький мальчик. Для раннего сева необходимо вспахивать землю несколько раз. Отсюда. Этот автомобиль в неисправности. Ввиду. Председатель нашего колхоза, человек хозяйственный. Вбрить. Он едет слишком медленно. Сахарный завод. Бокалейная лавка. Я думаю, что мы скоро сможем прийти к соглашению. Она делала все, чтобы сохранить свою хорошую фигуру. Он вбил себе в голову, что будет знаменитым хирургом. Она говорила сердитым тоном. Что правда, то правда. Дело принимает дурной оборот. Автобус проехал мимо, не остановившись. У него страсть к пословицам. Согрейте мне немного супу. Быстро. Приключенческий, авантюрный. Команда легко отнеслись к своему проигрышу. Я не знаю названия этой станции. Вы знаете, как оказать первую помощь. Все равно, что они говорят. А пропуск вы знаете? Ваш представитель уже заходил ко мне. Это была тяжелая эпоха в истории Америки. Она оказалась очень деловитой женщиной. После этого лекарство боль как рукой сняла. Дразнить. Ну? Комары жужжали всю ночь напролет. Постарайтесь ответить на эти письма с обратной почтой. Тариф. Частый. Они засняли всю церемонию, для кино. Мы обратили неприятеля в бегство. Этих запасов нам хватит на целый месяц. Пошивочная мастерская. Сделаем это как мы условились. Курьерский. Ваш ребенок слишком послушный. Это нехорошо. Вы столуетесь в вашей гостинице. Вы можете расписаться за нее. Если. По этой дороге нужно ехать медленно. Тут нет и намека на роскошь. Ландыш. Встаньте на минуту. Я хочу подвинуть кресло. Он говорит таким живым языком. Видно, что он не по книгам учился. Мне нужно полечить зубы. Они собираются построить мост через эту реку. Зачислить. Он отдает рубашки в прачечную. По-моему, это была пустая отговорка. Электрическая грелка. У нее очень белая кожа. Он основательно изучил этот предмет. Кто тут? Я могу заплатить наличными. Наличные. Одна слава, что ученый, а в этом деле ничего не понимает. Сентябрь. Не беспокойтесь, гражданка. Я вашу дочку доставлю домой в целости. Очки, прайка. За неделю я успею слетать в Иркутск и уладить все дела. Это, конечно, не уменьшает моего глубокого уважения к нему. Его никогда нельзя застать врасплох. Лучше объясниться с ним сразу, не откладывая. Сочинить. Я чуть не плакал с досады. Во время войны мы жертвовали на постройку самолетов. Ему там не будет скучно. Зима уже на носу. Даже если будет дождь, я все-таки пойду. Пишите мелом. Эта местность ромная или гористая? Я не разделяю вашего мнения. Продажа платьев этого фасона увеличивалась с каждым днем. Кто навязал мне эту работу? Он поощрял наши старания. Когда разносят утреннюю почту? Какой у него голос? Баритон или тенор? Я ему возражал по всем пунктам. Эта сессия Конгресса, США, продолжалась больше года. Термометр показывает 30 градусов. Мне придется над этим еще подумать. Тот. Держаться вместе. Дыра, дырка. Он совершенно невозможный человек. Меньше. Мне указали на него, как на лучшего учителя в городе. Он подходящий человек для этой работы. Я умею читать его письма между строки. Вижу, что он недоволен. Сходить. Ей Богу. Она уже пришла в себя. Вы можете повидать его между делом. Это где-то в доме. Непременно приходите, иначе я рассержусь. Морской залив. Дайте мне возможность собраться с мыслями. Чтобы мне ему подарить. Народное хозяйство. Когда жарко, я очень плохо себя чувствую. Вы можете прочесть, что написано на доске. За что он бьет мальчишку. Исчезать. Раздайте эти книжки вашим товарищам. Мне не нравится рисунок на этой посуде. Он достиг рекордной скорости. Приток. Постепенный. Я почти во всем согласен с вашим планом. Это очень полезный справочник. Он помахал мне газетой в знак приветствия. Учитель задал нам на понедельник очень много уроков. Мне нравилась в ней не ее наружность, а ее доброта. Не понимаю, что она в нем нашла. Добро бы еще был он красавец какой, а то и взглянуть ни на что. Я почувствовал, что кто-то касается моего плеча. Я разочаровался в его характере. Борщ, мое любимое блюдо. Его работа никуда не годится. Умирать с голоду, голодать. Передайте мне, пожалуйста, сахар. Я долго ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Химическая лаборатория оборудована новыми приборами. Он во всем видит что-нибудь дурное. Дойти до того. Просьба. Он только подставное лицо, а не настоящий руководитель. Чувство зависти ей незнакомо. Выслушайте меня до конца. Какая скука. В какой статье мирного договора об этом говорится? Мы стараемся улучшить положение здесь. Я ни за что не пойду туда. Единичный. Счастливый, радостный, веселый. Он оказал нам медвежью услугу. Я это оставил для вас. Это было совершенно невиданное зрелище. Никаких человеческих сил нет переносить эту жару. Для чего служит этот рычаг? Он не успокоился, пока не довел дело до конца. Посла сейчас нет в Москве. Мне удалось потушить огонь. Мы свели расходы к минимуму. Ну как можно ставить их на одну доску? По-вашему, она изящно одевается? У него кроткий нрав. Он поехал дальше. Большевистский. Я приложу все старения, чтоб закончить работу во время. Работа так плоха, что придется начать все снова. Порыв. Десятка. Я больше не могу выдержать этого шума. Он уже взрослый и должен сам понимать. Сообщение. Возгордиться. Относиться спусти рукава. Она ожала губы и ничего не сказала. Левша. Захватчик. Привести в порядок. Ничего таинственного в этой поездке нет. Когда мне прийти мерить костюм? Зайдите ко мне в контору. Попросите кондуктора остановиться на следующем углу. Завтра в новом доме откроют воду и газ. Выясните, что там случилось. Душно. Сверять. Мне бы хоть часок соснуть. Не спал всю ночь. Нарком. Национальное меньшинство. Старуха молилась за сына. У нас теперь вешают не на фунты, а на килограммы. Мы сегодня ходили выгружать дрова. Дайте мне этот красный галстук, который у вас в витрине. Это кипяченая вода? Смотрите, как этот самолет ныряет. Римский. Мы должны признать справедливость его требований. Грузовой пароход. Толпа не двигалась с места. Вот из-за этого то весь сыр-бор и загорелся. За горами дремучая леса. Если их не толкать, они вам дадут справку через год. Этим летом мы поедем к морю. Я берусь в две недели выучить вас танцевать. Тундра. Не смейтесь над моим произношением. Он специалист по внутренним болезням. Он сын известного писателя. Есть тут поблизости гостиница. Победа будет наша. У меня голове болит. Напряженный. Он рассыпался в извинениях. Телефон не работает. Надо позвонить в бюро повреждений. Врач разрешил мне сегодня немного по комнате походить. Я не заметил, что его счет просрочен. Тут в Москве деньги так и летят. По-вашему, эти цвета хорошо оттеняют друг друга. Его начальство очень одобрительно о нем отзывается. Сегодня мы празднуем 25-летие его работы на этом заводе. Сегодня бега происходит на тяжелой дорожке. Май одного выпуска. Вы это услышите везде и всюду. Я уже одной ногой в могиле стою. Я лгать не стану. Мирный. Жалуть. Она никого не хотела обидеть. Городки. Это любопытное совпадение. Какое вы еще дитя? Я уже давно бьюсь над этим вопросом. Женский отдел общества собирается сегодня. Мы постараемся удержать его в числе сотрудников. Вам придется следить за порядком в этом зале. Есть у вас еще что-нибудь? Мне нужен домкрат, чтобы переменить шину. Для. Суть тщательно пересмотрел показания. Пойти на мировую. У железнодорожного полотна уклон в 3 градуса. Не вините его, он только исполняет свой долг. Он очень понятливый мальчик. За ним там никто не следит, и он ест, что попало. Есть. Ваше заявление завязло в бюрократической волоките. Неужели ему грозит слепота? Заявление. Грабить. Неожиданность. Эту статью надо будет дополнить и проредактировать. Шить. Постольку. Образованный. Охота. Этот ручей шириной в 7 метров. Поверхностное знание. Я взял у него в долг 10 рублей. Она говорит по-русски гораздо лучше, чем вы. Он выше среднего роста. Мой конкурент получил эту работу. Моряк. Увеличить. Буря повалила телеграфный столб. Казалось, он должен был бы радоваться вашим успехам. Я пытался переменить разговор, но куда там. Задержка произошла не по моей вине. Его поведение показалось мне странным. Этот трактир — притон карманщиков. Можно мне заплатить вам не сегодня, а завтра. В дни. Бедняга. Мне жаль его. Вам придется держать экзамен. У вас к этому неправильный подход. В какой гостинице вы остановились? Легкий. Она его резко оборвала. Снизу. Не гляди, что он стар, он нас всех переживет. Дайте мне пакет стерилизованной ваты. Выражать. Температура поднялась до 90 градусов. Покрапите цветы водой. Это седло сделано из самой лучшей кожи. У него, несомненно, есть силы воли. Они готовы продать свою мебель даже с убытком. Музей. Опровергать. Выписывать. Перевести. В бюро находок мне вернули портфель. Заживать. Слушайте, вам эта наглость даром не пройдет. Он и не думал дарить мне этой книге. Он просто дал мне ее почитать. Ваше заявление уже рассмотрено. Вы увидите, все обойдется. Суд сейчас заседает. Можете быть спокойны, все кончится благополучно. Сколько стоит поездка туда и обратно. Судя по тому, что он говорит, я думаю, что нам не стоит туда идти. Небо сегодня безоблачное. Выстроить. Три сестры владеют этим домом сообща. Я всегда сожалел, что мне не пришлось путешествовать. Внести улучшение в В. Долго не было известно, на чьей стороне перевес, но в конце концов наша взяла. Это трудная работа, но он взялся за нее ревностно. Годы пройдут, пока эта сплетня забудется. Сколотить. Я от него не ожидал такого низкого поступка. Вы одни дома. Мой паспорт в верхнем ящике. Подготовьте материал и садитесь за работу. У нас, видно, вышел бензин, мотор кашляет. В этот день газета выпустила экстренное издание. Не слушайтесь его совета. Сколько дали за это? Пятерку. Здесь наши интересы сталкиваются. Я хочу купить пачку папирос. Присесть. Я ему, голубчику, покажу, как совать нос не в свое дело. Я вам помогу донести этот пакет до дому. Они хотят снести старую школу и построить новую. Картофель лучше варить в этом большом котле. Он заказал еще по рюмочке для всех. Я готов за это предложить сто рублей. У нас дома, в Америке, все иначе. Сначала Купите кофе в зернах. Вредить Объедаться Промокательная бумага Мне нужна зубная щетка. Этот самолет слишком низко летит. Ему от ваших похвал не слаще. Он был с нами очень вежлив. Раненого вынесли на носилках. Он хорошо изложил свое дело. Мотор Мне надоело ходить только в наш районный театр. Выкуривать Черные доски Грелка Где можно нанять домработницу? Пожалуйста Перемените мое постельное белье. Плохой Он принадлежит к новой школе в лингвистике. Чтобы он не говорил, я ему все равно не поверю. Наймите подводу для перевозки мебели. Ваша работа в общественных организациях будет записана вам в актив. Радость моя, как я по тебе соскучился. Большое спасибо. Комната Я люблю, чтобы в комнате было светло. К сожалению, наша поездка еще под вопросом. Печатный Эти кнопки отстегиваются с трудом. Она так разозлилась, что совсем потеряла голову. Эта дорога ведет в город. Он проводит свой отпуск у моря. Ваше платье сзади короче, чем спереди. В ТОС, высшее учебное заведение. По прямой линии отсюда туда совсем недалеко. Развалина. На эту палату полагаются три митцовстры. Шелковые чулки. Постарайтесь получить хорошие места на завтрашний спектакль. С этим городом очень неудобное сообщение. Квитанция Огораживать К ней вернулась ее прежняя веселость. К сроку Он звезд с неба не хватает. С ним разговаривать совершенно бесполезно. Немало При пашем заводе организованы ясли. Примите эту пилюлю. Вечная Или Самопишущие перо Он отказывается отвечать на вопросы. Я им не завидую. Мне не хочется туда идти. Обед Под дождем Признайтесь, что вы все это из пальцев высосали. Племя Цель Красная армия освободила пленных, и меня в том числе. Разрешить Главное управление, главное управление угольной промышленности. В таких случаях делайте, что вам подскажет здравый смысл. Они поладили с самого начала. Сколько стоит проезд? Что в этом плоском пакете? К чему вы это говорите? У меня после вчерашнего упражнения все члены одеревенели. Он говорит немного по-старинному, но мне это нравится. Толпу оттеснили назад. Тут вы сможете применить ваши знания языков. Вода в этом пруде мутная. Она очень живая. Или, у нее очень живой характер. Брошюра, книжечка. Я основательно обдумал положение. Дела идут не важно. Вы двое понесете его на носилках в автомобиль. Мы производим опыты с новой разновидностью кукурузы. Это умение мне дорого досталось. Ему удалось нас обмануть своими льстивыми манерами. Я всю жизнь плавал по морю. Спросите у старшего мастера. Уберите лампу со стола. Обрабатывающая промышленность. Вы не волнуйтесь, ничего страшного не случилось. Помогите мне перенести сундук в переднюю. Машина нуждается в смазке. Он, конечно, клялся, что будет верен до гроба. Там были все, кто только что-нибудь из себя представляет. Сбиться с толку. Заключить. Режим экономии. Как пройти на улицу. Солнце только что зашло. Поставить себе за правило. Принесите медицинское свидетельство. Чем вы топите печи. В последнее время почта приходит неаккуратно. Подать вид. Если это вам удобно, я приеду к вам завтра вечером. Он очень ценный работник. Необходимый. Это та самая книга, которую я искал. Успокаивать. Познакомиться. Вас примут в ВУЗ, если вы выдержите экзамен. Море сегодня тихое. Дословный. Это имеет интерес только как исторический документ. Я не посмотрю, что он студент, а отчитаю его, как следует. Если вы будете ему всегда уступать, он вам на голову сядет. По всему видно, что у него слабое здоровье. Разряд. Этот нож тупой. Как насчет рюмки водки? Бедняжечка. Все наше снабжение перевозится по железной дороге. Она. У него медленно созревал план. Он только плечами пожимал, слушая это. В некоторых отношениях. Лодка. Мы составляем платежную ведомость 15 числа каждого месяца. Существование. Изложите ваше дело. По грубому по счету это обойдется в 10 тысяч рублей. Он работает как попало. Этот способ медленный, но верный. Дождь шел до 4 часов. Я служил под его командой. Эта работа вам, видно, идет впрок. Цены ненормально высоки. Нездоровый. Здесь достаточно пороху, чтобы взорвать весь город. Соцсоревнования. Давайте пригласим их на чай в воскресенье. Флаг развивался по ветру. Мне что-то скучно сегодня. Мы покрыли ее могилу розами. Он мой бывший ученик. Часть. Сырая погода вредит его здоровью. Эта балка сплошная или полая. Вы видите церковь с большим крестом на колокольне? Нанимать. Нанимать. Смотрите, не забудьте послать это письмо заказным. Не могу вам сказать, я в этом деле не специалист. Ветер и снег мне щеки колют. Вид. Он потерял все свои деньги на этом деле. Нитки вы полечите в галантерейном отделе. Она проливала потоки слез. Топка потухла. Мы поговорим еще по этому поводу. Темнота. Какой рекорд был поставлен на последних гонках? Выпустите из рук. Дайте ему еще один стакан его жажды не утолит. Будьте добры, разъясните мне некоторые пункты. Это не избавляет вас от ответственности. Шахматист он слабый. Бывший. Пожертвовать. Новый завет. Это не подлежит обложению пошлиной. Он мечтает о том, как вернется домой. Сообщать. Она хорошенькая девушка, но у нее несносный характер. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Хорошо бы сейчас выпить горячего чаю. Ему удалось добыть несколько бутылок старого коньяку. Он просто сидел, глядя в пространство. Наконец-то он сказал нечто разумное. Боже мой. Что вы наделали? Рядовой. Противоядие. Не гоните так, я не переношу такой быстрой езды. Наука. Решительно. Новое правительство начнет с радикальной чистки. Дети вылепили снежную бабу. Это, конечно, не очень важная ошибка, но мне все-таки досадно. Есть у вас материя подходящая к этой. В школе вам, значит, этого не объясняли. Певицы преподнесли букет роз. Пишите чернилами. Пишите чернилами. Анекдот. Вывозить. Она нагрела утюг. Мы вас без чая не отпустим. Как это вы допустили такое безобразие? Мы просто помирали со смеху. Граблей. Корыто. Вам не мешало бы подумать немного, прежде чем решать. Хотя бы. Есть тут тропинка через лес. Вздор. Вы понимаете, в кого он уметит? Грамотность населения СССР превышает 90%. Сейчас у нас вишня в цвету. Давайте перейдем на ты. Он сказал это не то с уважением, не то со страхом. Две великих державы подписали тайное соглашение. Поместить. Это мой перчатки. Полевой бинокль. Когда-нибудь. Вы идете сегодня на симфонический концерт. Благодарный. Она себе никогда ни в чем не отказывала. Его лекция была такая путаная, что мы никак не могли понять, что к чему. Часть. Если меня будут спрашивать, скажите, что я сейчас вернусь. В ударе. Я уже два раза переезжал через океан. Где у вас сушат белье? Я никогда не бываю на воздухе. За ним мы, как за каменной стеной. Она меня осыпала градом упреков. Частый. Когда я заговорил об этом инциденте, он чуть не выгнал меня из дому. Есть здесь у кого-нибудь швейная машина? Это только рука фреки. Революция. Продовольственное положение у нас значительно улучшилось. Команды выходят на площадку. Классная доска. Снег падал такими густыми хлопьями, что ничего не видно было впереди. Сегодня на улице очень пыльно. Он мне много крови испортил. Остудите компот перед тем, как подавать. Коснуться. Надеюсь, вы разорвали мое последнее письмо. У нас в огороде посажено много гороха. Как вы пришли к этому выводу? Это где-то в центре, а точного адреса я не помню. Ванна. Кто автор этой книги? Послушайте, станция. Нас разъединили. Он неважный пловец, потому что слишком быстро теряет дыхание. Я уже в разных бывал переделках. Наказать. Она распечатала письмо. Развалиться. Это с его стороны ловкий ход. Отпускать. Эта отрасль промышленности не имеет большое-то значение. В ее восторгах чувствуется какая-то фальшивая нота. Он был назначен на эту должность. Ветром поломала массу сучьев. Он умер внезапно. Какой вы, право, чудный. Почему вы мне не доверяете? При всем моем уважении к вашей учености, я с вами не согласен. Вы опоздали, все уже разошлись. Заведующий скоро придет. Его мнение ничего не стоит. Она слишком пристрастна. Выйти замуж. Кто-то из ее друзей ей это подарил. Откашляться. Она вышла замуж за человека со средствами. На собрании говорили о положении на местах. Спасибо на добром слове. Все уже кончилось. Прозрачный. Вмешаться. У меня, при виде всех этих книг, глаза разбежались. Они предложили мне переночевать у них, но я и слышать об этом не хотел. Я готов простить его. Она большая мастерица пироги печь. Голубка. Уже издали мы слышали приветственные клики. Его пришлось срочно оперировать. Говорят, что вы тратите деньги зря. Просить. Я ее только взял за руку, а она как закричит. Если вам неудобно, перемените положение. Не бегите, у нас достаточно времени. Кухонная посуда. Он то там будет, как пить дать. Мы должны поставить это ему в заслугу. Пойти погулять. Напейте сперва чаю, а потом пойдете. Дверь была взломана и документы украдены. Мой ботинкой уже отказывается служить. Заклеить. Инцидент исчерпан. Это еще не попало в газеты. Я ухитрился повидать его два раза на прошлой неделе. Мы не хотим больше жить под вечной угрозой нападения. Обнюхивать. Украсть. Он капли в рот не берет. Въезд в туннель закрыт. Вы принимаете иностранную валюту? Дайте ему это, когда он придет. Всеобщие выборы будут на будущей неделе. Поглядите, как он опрокидывает одну рюмку водки за другой. Лететь, на самолете. Люба посмотреть, как он тут расправил крылья. Горячий темперамент. Там видно будет. Они очень хорошо подходили друг к другу. Благодаря вашему вмешательству дело не дошло до ссоры. Она успокоилась не сразу. Сколько сахара ушло на варенье. Он спешно собрался в дорогу. Голосовать. Зимой здесь без лыж не пройдешь. Только не попадайтесь ему под горячую руку. Про. Я отлично знаю, вы приняли на себя чужую вину. Если не будет дожди, наша завтрашняя поездка обещает быть удачной. Им удалось вступить в город только после ожесточенного боя. Дайте мне тридцать восемь сорок семь. Говорите потише, другие пассажиры спать хотят. Что его толкнуло на такой поступок? Его просто узнать нельзя, так он растолстел. Прекрасный. Сорваться с цепи. Если вы хотите взять лодку, вам придется оставить залог. Она сегодня именинница. Нам объясняли, как ехать, да мы забыли. Вся наша страна работает над восстановлением народного хозяйства. Я не привык к южному солнцу. Мало по малу. Вы думаете, что он справится с этим собственными силами? Если случится что-нибудь новое, дайте мне знать. Пусть он платит, он сегодня при деньгах. Вы установили какие-нибудь новые деловые связи? Он производит впечатление серьезного работника. У него вывихнута рука. Вам нужно запломбировать два коренных зуба. Кто вел работу в его отсутствии? Он ни на одной работу долго не удерживался. Открывать свой карты. Вы можете пообедать на вокзале в буфете. Тело Принесла его нелегкая. Передайте, пожалуйста, привет вашей жене. Вскипеть Вечное перо По моим расчетам, они должны были бы уже быть здесь. За эти годы он превратился в старика. К вам кто-то в карман лезет. За беседой время прошло незаметно. Я купил избранные сочинения Пушкина в одном томе. Красный Прервать Я хочу нанять домработницу. Крыса Интересно знать, кто сделал это распоряжение. Каждый В этой стране много естественных богатств. Где тут можно разменять струблевку? Вам придется действовать обычным порядком. Вам надо научиться терпению. Опустите шторы. Для этого дела мне ничего не жаль. Вот вам щетка, почистите себе костюм. Неги И так далее. По Это то, что мне нужно. Вы, как видно, очень постоянно в ваших вкусах. Он барабанил по столу в такт музыки. Проголодаться Плоская ступня Я так приятно провел время Выкрасить Я вам дать ответ через несколько дней Бой Приняться Персик За кулисами конференции шла ожесточенная борьба Дайте мне другой мяч, этот плохо прыгает Колхозы платят государству денежные и натуральные налоги Пожалуйста, поставьте радио погромче Он оказался очень добросовестным работником Слушайте, сейчас не время сводить личные счеты Эта вещь написана в мажоре Что до меня, то я согласен Какая она хорошенькая Это был самый удачный номер программы Чтобы руководить делом, надо иметь о нем хоть какое-нибудь представление Ученый Снизить цены Мы с ним по-прежнему друзья Не На удачу Можете вы мне дать утюг А мне наплевать Он всегда больше интересовался наукой, чем искусством Никакой он не ученый, а только ворона в павленьих перьях Он опустил глаза и медлил с ответом Смерть и кара стоянием между оконами Чего вы сердитесь? Я к вам по частному делу Накройте кастрюлю крышкой Русский переводчик хорошо передал стиль этого романа С каждым месяцем я все больше и больше скучаю по дому Вот так история получилась Последний Выплюнуть Бедняга, он всего боится Получше Прилично уйти не попрощавшись Этот ресторан славится хорошей кухней У меня в комнате ужасный беспорядок Он все глубоко переживает Погреться Добиться Он это вам в два счета сделает Распродавать Под конец он внес новое предложение Упрек Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok